Мы продолжаем наш цикл программ, и напоминаю, что напротив меня, научный руководитель Центра исследования и модернизации при Европейском университете Дмитрий Травин, мы уже решили поговорить в этот раз про Венгрию и гуляшный социализм там. Здравствуйте, и вот вам тогда слово, что за гуляшный социализм. Здравствуйте, Валерий. Это такое шутливое название, гуляшный социализм. В общем, смысл примерно тот же, что в югославском рыночном социализме. То есть там тоже были, вот югославы создавали свои предприятия и за них отвечали, или что? Нет, у венгров было немножко по-другому. Я имею в виду, что Югославия и Венгрия в целом отличались от Советского Союза тем, что социализм у них все-таки был, но при этом можно было купить товары и еду в том числе. И вот венгерский социализм, шутку называли гуляшным, то есть это такой социализм, при котором можно сытно кушать гуляш. Национальное венгерское блюдо. В общем, следуя словам и версиям одного из известных российских, как сказать, публичных деятелей, наверное, так назовем это тогда не просто особый социализм, а, как же это называлось, извините, что я время отнимаю, но тем не менее, это называлось что-то вроде суверенный социализм, давайте так. Ну, может быть, да. Но он был менее суверенным, чем Югославский. И это, кстати, важно. Вот с этого момента, наверное, логично начать разговор о Венгрии. Потому что, как мы говорили в прошлый раз, Иосиф Брос Тита, югославский лидер, сам отвоевал свою страну у фашистов и сам наводил там экономический порядок. Советский Союз вмешаться в это дело не мог, в частности, потому что просто не было общей границы, ну и сейчас нет, общей границы с Югославией. И ввести туда войска очень сложно. Это надо было бы как-нибудь через Болгарию проходить или с моря высаживаться. Ну, до этого, конечно, Сталин не доходил. Это никому не нужно было. Венгрию освободили советские солдаты. Как в песне «Медаль за город Будапешт», там на груди его сияло у советского солдата. Потом недолгое время в Венгрии существовала многопартийная такая буржуазная или, может, мелкобуржуазная система, потому что доминирующей партией была партия мелких хозяев. А затем устроили настоящий коммунистический режим. И он в Венгрии существовал примерно до середины 50-х годов. Очень жесткий, очень репрессивный, абсолютно простолинистский, во главе с таким венгерским лидером, матяшем Ракоши. Затем в Венгрии начались внутренние перемены. И к осени 56-го года венгры очень серьезно стали отходить от советской модели управления и политической, и экономической системой. А что же такое случилось? В общем, во всех странах Центральной и Восточной Европы, ну не во всех, конечно, но почти во всех, происходило примерно одно и то же. Социализм, навязанный с Востока, хотели модифицировать как-то лучше приспособив к потребностям населения. Ну, по сути, и сделав этот гуляшный социализм. Так, чтобы все-таки социалистические идеи доминировали, но при этом можно кушать было. Ну, вот это и есть суверенный социализм. Да-да. Югославы, у которых нет общей границы с СССР, это сразу сделали. Венгры это сделали погодя. Поляки пытались то же самое сделать фактически в том же самом 56-м году, но там события пошли несколько по другому пути. Сейчас не будем на Польшу отвлекаться. О Чехословакии мы еще поговорим. То же самое там происходило. Ну, может быть, в меньшей степени это происходило в Восточной Германии, потому что там был значительно более жесткий режим. Восточно-германские коммунистические вожди понимали, что дашь слабину, глядишь, завтра будет одна единая Германия, и не они будут в ней управлять. Румыния тоже при Чаушевску отходила, естественно, от советского лидерства. В общем, у всех была похожая картина. И вот венгры стали постепенно к середине 50-х годов от советской модели отходить. И Советский Союз в 56-м году, в октябре 56-го года, танками подавил венгерское народное движение. Тогда, кстати, начал свою карьеру Юй Андропов, который был послом СССР в Будапеште и был, по сути, инициатором введения войск. То есть именно он считал, что надо спасать социализм в Венгрии. А вот после этого возникла любопытная ситуация, о которой мало знали у нас в Советском Союзе. И только в какой-то момент наиболее продвинутые образованные экономисты стали в этом разбираться. Внешне венгерский социализм выглядел точно так же, как любой другой. Венгерский лидер Яныш Кадр стал вот тогда, в 56-м году, во главе Венгерской социалистической рабочей партии, как она называлась, и правил до второй половины 80-х годов. То есть 30 лет он бессменно сидел. В 60-е, в 70-е годы я был еще ребенком, и когда смотрел телевизор или открывал какую-нибудь газету «Правда», которую папа выписывал, никаких отличий в Венгрии от других стран обнаружить было невозможно. Верный Ленин, товарищ Яныш Кадр, там целуется с Брежневым, пожимает руку или еще что-то такое вот делает. Кажется, что все как у нас. Но Кадр был хитрым человеком. Политически он полностью лег под Советский Союз, а экономически он примерно с 68-го года, даже чуть раньше, начал осуществлять серьезные реформы именно вот с этой целью, чтобы при социализме был гуляш. У него не было политической задачи как-то вот бить себя в грудь, рвать на себе рубашку, говорить, да там, Советский Союз – это оппортунисты и негаты, вот у нас настоящий социализм, давайте вот отойдем от них. Нет, ничего подобного. Вот Югославы демонстрировали, что у них особый социализм. Имр Инать, политический лидер венгров, который был убит в ходе вот этих вот событий октября 56-го года, он тоже демонстрировал некий отход от Советской Системы. А Янаш Кадр, которого Хрущев выпустил из тюрьмы, он ведь сидел, и из тюрьмы он, по сути дела, сразу отправился управлять страной. Он был советским руководителем «Благодарен» и всячески демонстрировал лояльность. А экономику менял. Ну, потому что он прекрасно понимал, кто принимает решения о его судьбе. Я правильно понимаю? Да, совершенно верно. Более того, мы, наверное, в следующей программе этот вопрос затронем. Когда уже «Пражская весна» была в разгаре, Янаш Кадр говорил лидеру «Пражской весны» Дубчику, вы что, не понимаете, с кем имеете дело? Да. Дубчик не понимал. Да, ну, хотелось... Кадр понимал. Дубчику хотелось социализма с человеческим лицом, про что мы тоже поговорим. Да. А Кадру хотелось без лица, но с гуляшем. Вот такое различие было в этих двух соседних и внешне очень похожих друг на друга странах. И Кадр победил. Ему действительно удалось осуществить экономическую реформу. Советские лидеры это знали, но, в общем, их это не волновало. Ну, хочешь, делай экономическую реформу. Брежнев, в общем, человек не злобный был. Если хотите гуляш, кушайте свой гуляш. Ради бога. Лишь не отходите от... Не выходите из советского социалистического лагеря и не декларируйте какие-то свои буржуазные принципы. Так и в чем же это заключалось, да, этот гуляшный социализм? Этот гуляшный социализм заключался в том, что предприятиям постепенно давали все больше и больше свободы деятельности. Это не был рынок и не было самоуправление, как в Югославии. Но самостоятельность расширялась. Фактически в какой-то момент предприятия сами стали составлять планы своей деятельности. и определяли, что нужно производить для того, чтобы насытить гуляшем и прочими хорошими вещами венгерского потребителя. Каким образом они это делали? Потому что если это, как называется, госплан и так далее, это одна история. Если это рынок, это совсем другая. То есть вот как они сами могли... Это был рынок, но с большим государственным вмешательством, чем в Югославии. Но все-таки основы рынка там были, и предприятия могли ориентироваться на рыночные цели. Они стремились получить прибыль. Вот это у венгров было. В СССР ты хороший директор, если выполняешь все производственные показатели. А прибыль не важна, а государство денег тебе даст. В Венгрии ты хороший менеджер, если ты получаешь прибыль и окупаешь деятельность своего предприятия, платишь хорошие деньги своим работникам. Вот в этом было качественное отличие. Но, конечно, вот этот успех венгерской экономики на первом этапе своего развития был в значительной степени связан с тем, что они, Венгрии, могли получать от Советского Союза дешевую нефть. И это сдерживало рост цен и в целом делало цены на условный гуляш значительно более низкими, чем при проклятом капитализме, где никакой халявы не существует. Вот эта ситуация держалась в конце 60-х, в начале 70-х годов. Но когда возник мировой экономический кризис, страны ОПЕК стали повышать цены на нефть, и в целом цены на нефть по всему миру пошли вверх, конечно, это сказалось и на Венгрии. И мы даже говорим об этом сейчас, мы говорим о 70-х годах, да, в 73-м году первый кризис, да, нефть произошел? Да, да, именно тогда начался рост цен на нефть. Вот здесь вот Венгрии начали мучиться. Какое-то время они держались на займах, стараясь датировать предприятия, чтобы цены сильно не росли. Когда мы говорим о займах, это какие имеется в виду граждан? То есть, когда у граждан занимали? Нет, в основном международных что-то получали от Советского Союза, что-то на Западе даже получали. То есть, Венгрия очень серьезно влезла в долги. Это была не единственная страна, влезшая в долги. Поляки в какой-то момент сильно влезли в долги, и когда в Польше начались в конце 80-х серьезные реформы, Запад даже решал простить полякам долги в награду за то, что они отходят от советского диктата или нет. Простили в итоге в значительной степени. Так что венгерский гуляшный социализм работал, потому что в нем были рыночные элементы. Но поскольку государство все-таки старалось сдерживать цены, то там не было в полной мере саморегулирующихся механизмов, как при капиталистической рыночной экономике. И постепенно эта система, конечно, начинала работать все хуже и хуже. Она нуждалась в том, чтобы сделать цены по-настоящему рыночные. Но эти изменения стали происходить уже во второй половине 80-х годов, когда разные страны, Центральные и Восточные Европы, стали проводить настоящие капиталистические реформы. А в чем, скажем так, я сейчас просто пытаюсь сформулировать четче вопрос, но тем не менее, государство сдерживало цены. Но при этом какими механизмами? То есть, получается, там все равно было какое-то планирование? Дотации, да. То есть, если предприятие вынуждено покупать энергоносители по мировым ценам, то вся их продукция автоматически станет значительно дороже. Затраты на энергоносители, они включат в себя стоимость продукции. Никуда не денешься. Если государство получает дешевую советскую нефть и отдает ее предприятиям также по низким ценам, можно сдерживать уровень цен в целом. Если государство берет какие-то займы на Западе и получает более дорогую нефть, то можно, получая более дорогую нефть, перепродавать предприятиям энергоносители, бензин, электроэнергию по более низким ценам, а разницу государство оплачивает само за счет вот этих вот займов, взятых за границей. То есть, там есть разные экономические механизмы, и в Венгрии вот эти механизмы старались использовать для того, чтобы сдержать рост цен. Но это невозможно делать бесконечно. Всегда надо расплачиваться в какой-то момент. У нас остается несколько минут, но у меня вот тот вопрос, который возник, это то, что мне ведь кажется, поправьте меня, если это не так, что демонтаж социализма в Венгрии проходил более-менее мягко все-таки, несмотря ни на что. Да, совершенно верно. В Венгрии к 80-м годам не было, ну, был дефицит товаров, собственно, великий экономист Яныш Корн и именно венгер, и он описал экономику дефицита, изучая венгерские предприятия. Но там не было такого массового потребительского дефицита, как в Советском Союзе. Люди в основном могли купить те вещи, которые нужны. И я помню, там какая-то делегация, а не делегация, там студенты ездили в Венгрию на ознакомительную практику, и мой знакомый, который ездил с этой группой, кажется, он был руководителем, говорил мне, ой, в Венгрии все можно купить. Единственное, что я не смог купить, это зимнюю обувь, ну, просто потому, что в Венгрии нет зимы, и там ее никто не продает. Вот такая картина. Так это работало, работало довольно успешно. И в 80-е годы венгры старались провести реформы достаточно мягко, там не было серьезного раскола в обществе. Венгрия ведь была практически единственной страной, где даже бархатной революции по-настоящему-то не было. Там просто коммунисты стали мягко передавать власть демократам. Ну, нехорошо я выразился. Не демократам, а демократии. То есть коммунисты сами участвовали в выборах, естественно, но при этом сдавали власть мягко, хотя могли бы сопротивляться. В чем предпосылки этого? Предпосылки в том, что они 20 лет входили в это новое общество, и все уже понимали, что это работает лучше. Надо просто продолжать реформировать, а не сохранять вот эту старую просоветскую систему. За 20 лет, 20 лет это же, по сути, смена поколений. Выросло новое поколение менеджеров. Менеджеры, которые понимали, что венгерским предприятиям не хватает чего? Инвестиций, которые можно получить на Западе. И приватизации, для того, чтобы эти менеджеры могли сами начать управлять предприятием как собственники. Скажем, советские директора это очень плохо понимали в конце 80-х годов. У них были другие еще такие социалистические представления. В Венгрии не оказалось серьезных политических сил, серьезных групп интересов, которые хотели бы затормозить движение вперед. В Польше их было мало, но они все-таки были. В Чехословакии они тоже были. В Венгрии почти нет. Все хотели двигаться вперед, хотя, конечно, по-разному понимали этот вперед. Кто-то как чистый капитализм, кто-то как социализм все-таки, кто-то хотел активного привлечения иностранных инвестиций, кто-то не очень активного. Но все готовы были двигаться вперед, потому что вот этот опыт кадровской системы показал им, что это хорошо. Ну вот, нам тоже пора уже двигаться вперед, вернее, завершать этот выпуск. А дальше, наверное, будем говорить про пражскую весну, раз уж мы про это уже упомянули. Напоминаю, Дмитрий Травин, научный руководитель Центра исследований и модернизации при Европейском университете у нас в студии. Спасибо. Всего доброго.